Запасное поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова и отсутствие ажиотажа. Пасмурная осенняя погода и словно специально подобранная грустная музыка. Таковы реалии 2-го дивизиона для торпеды ЗИЛ. Очередной матч, на этот раз с Череповцом. Очередной результат. Хороший или плохой сейчас уже не так важно. На финише надо смотреть в перспективу. Пытаться воплотить в жизнь хорошую идею, если это вообще возможно. Команда создана болельщиками и для болельщиков, гласит официальный сайт Торпеды ЗИЛ. Основной задачей клуба является объединение всех поклонников легендарного имени Торпеда, возвращение команды на стадион имени Эдуарда Стрельцова, а также сохранение исторических традиций, оказавшихся за последние годы на грани краха. Официально команда образовалась лишь в этом году. А создана была на базе клуба Торпеды РГ, основанного на 4 года раньше. Заводской Торпеды играет в форме зеленого цвета. Вообще такое впечатление, что взорвалась бомба и разнесло славную некогда команду на куски, которые живут в своей жизни каждый. Вот когда будет команда одна, все-таки, тогда, наверное, начнется реальное возрождение. Потому что сейчас... Возрождаемая Торпеда придется внизу турнирной таблицы, зона запад 2-го дивизиона. Ни результата, ни качество игры наверняка не удовлетворяет клубное руководство. Но сейчас это не главное. Важнее, что под эгидой этого Торпеда не удалось объединить болельщиков. Ну, в течение последнего года болельщики Торпеды крайне неохотно рассуждают на тему, какой именно Торпеда истинная. Кто-то ходит на Торпеды, которая выиграла третью лигу. Скажем так, первую задачу они выполнили. Посмотрим, что будет дальше. Вот мы весь год ходили вот на эту Торпеду. Но, к сожалению, особо положительных эмоций не испытывали. Несмотря на то, что объединиться с тем Лужниковским Торпеда не получилось, болельщики у заводского Торпеда все же есть. Вот только идентифицировать их удается не сразу. Выясняется, что московские и псковские фанаты очень дружные и вместе поддерживают сразу две команды. Торпеда руководит тренерский дуэт Андрей Малай-Евгений Корнюхин. Играет в Торпеды в основном молодежь. Опытные лидеры Алексей Милешин и Андрей Дятель. С трибуны за игрой наблюдает Андрей Кончельскис. По окончании сезона он, скорее всего, смеет на посту главного тренера Андрея Малая. И будет решать новые или старые задачи Торпеды Зил. Стоит задача отыграть в первом круге следующего. Быть в пятерке. После первой круга будем определяться, решать, усиливаться, не усиливаться. В этом году мы ставили задачу, но, к сожалению, мы ее не выполнили. Какой бы результат ни показывала Торпеда, Илья Гаврилович, 40 лет проработавший на заводе Зил, все равно будет приходить на Восточную улицу. Подниматься на трибуны не позволяет больная нога. И наблюдать за игрой приходится из-за забора. Играете они нестабильно, я бы сказал. Если они стабильно играли, две-три игры играете, выигрываете. Потом две проигрываете. Нет стабильности у них в игре. Один из самых титулованных российских футболистов Дмитрий Оленичев, скромно стоящий на трибуне, пришел на игру второй лиги поддержать родного брата Андрея, тренирующего Череповец. Ситуация с Торпедой Оленичеву тоже не безразлична. Торпеда команда с именем. Плохо то, что она сейчас находится, по крайней мере, играет не в премьер-лиге. И я хотел бы всем болельщикам и руководству, в первую очередь, пожелать, чтобы они с пониманием отнеслись все-таки к истории этого клуба. И чтобы все-таки эта команда в будущем являлась одним из фаворитов премьер-лиги. Команда Андрея Оленича в этом сезоне тоже не хватало звезд с неба. Но игра с Торпедой Зил развивалась для нее очень удачно. Череповец смог забить два безответных мяча. После матча игроки гостей поблагодарили немногочисленных болельщиков. Футболисты Торпеда сразу отправились в раздевалку. На стадионе продолжала звучать грустная музыка. А какая нужна им еще мотивация? Играют в футбол за клуб Торпеда Зил. За игры полагаются премиальные. Кстати, по финансовым вопросам никаких задолженностей нет. Все выплачивается вовремя. Какая еще футболисту нужна мотивация? Выходи в игры, зарабатывай три очка, зарабатывай премиальные. Если это для них не мотивация, то тогда мне сложно сказать, что их может смотивировать. А я не знаю, как людям можно объяснить, что эта команда все-таки не как вторая лига, но команда мастеров, что здесь это не хобби, а это работа. И работой получать удовольствие мы должны от нее. И также люди, которые приходят сюда посмотреть на матч, они тоже должны получать удовольствие. Можно плохо сыграть, но достойно проиграть. Хороший футбол показывать. А когда безразличие, я могу с ними только согласиться в этом плане. Говорят, что вроде бы Кельский дал согласие. Подождем и увидим, потому что встречи с ним, естественно, не было. Потому что все-таки день у нас не мала. Поэтому сейчас вот в субботу сыграем, наверное, будет какое-то собрание, и там уже будет, наверное, более-менее как-то ясно, что все-таки будет с торпедой ЗИЛ. Будет ли вообще торпед ЗИЛ?